Новые задержания, контракты на строительство школ привели троих дагестанских чиновников и вертолёт-оперативников. Самое недоступное жильё, увы, в Дагестане. Республика снова стала аутсайдером федерального рейтинга. Главную площадь республики ждут перемены. На что потратят 350 миллионов рублей, узнаем совсем скоро. Здравствуйте! Это «Итоги недели» на канале ННТ. И я, Мурат Ахмедов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И снова превышение должностных полномочий. В Дагестане силовиками задержано трое чиновников. На этот раз на воздушном транспорте в Москву доставлены три заместителя дирекции единого госзаказчика-застройщика. По версии следствия, они незаконно подписали контракты на реализацию инвестиционных проектов по строительству школ в районах республики. Противоправные действия нанесли бюджету ущерб на сумму 240 миллионов рублей. В рамках работы по декриминализации Республики Дагестан, проводимой Следственным комитетом совместно с ФСБ и МВД России, возбуждены и расследуются еще три уголовных дела. Как полагает следствие, в 2017 году Саидов, Расулов и Казакбиев незаконно подписали от имени Республики Дагестан инвестиционные контракты на реализацию инвестиционных проектов по строительству школ в различных районах субъекта. По ходатайству следствия, в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и планируется предъявление обвинения. На неделю в Махачкалу прибыл министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. В ходе рабочей поездки глава ведомства посетил в Махачкале отдел полиции по Ленинскому району и медико-санитарную часть МВД по Республике Дагестан. Также он провел совещание по вопросам оперативно-служебной деятельности с руководящим составом Главного управления МВД России по Северокавказскому федеральному округу и МВД по Республике Дагестан. Автопарк патрульной службы Махачкалы пополнился новыми автомобилями. Ключи от 24 новых служебных машин, отличившимся сотрудникам полиции, вручил министр внутренних дел Дагестана Абдрушит Магомедов. Глава ведомства отметил, что обновление автопарка – насущная необходимость. Увеличение количества автомобилей позволит оперативнее реагировать на сообщения о преступлениях. 8 автомашин были выделены патрульно-постовой службе Махачкалы, еще 2 – комендантскому полку, остальные распределены по территориальным органам. После инструктажа правоохранители на новых машинах выехали к месту службы. На неделе свой профессиональный праздник отметили сотрудники госавтоинспекции. Год от года растет количество транспорта, соответственные движения на дорогах становятся все более интенсивными. Именно поэтому работа инспекторов по обеспечению безопасности приобретает особую важность. О том, как отметили эту дату дагестанские сотрудники ГИБДД и ветераны службы, расскажет Камиль Девятов. В Махачкале в управлении республиканского ГИБДД прошло открытие мемориала, посвященного памяти погибших сотрудников. В открытии приняли участие министр внутренних дел Дагестана Дурашид Магомедов и заместитель председателя правительства Рамазан Джафаров. Профессиональный праздник отличившихся сотрудников госавтоинспекции глава дагестанского МВД пошил знаками отличия, наградами и грамотами ведомства. Также свои награды получили и ветераны службы. Ветеран госавтоинспекции МВД по республике Дагестан. То, что работа ГИБДД важна, наверное, бесспорно. И именно так мы относимся к этой службе. Это очень важная служба. Возможно, в плане выполнения сиюминутных задач по обеспечению безопасности. Это самая важная служба республики Дагестан. Государственная автоинспекция была создана 3 июля в 1936 году. И по сей день сотрудники ГИБДД ответственно следят за безопасностью на дорогах по всей стране. Регулируют движения, ловят нарушителей и приходят на помощь. Камиль Девятов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. В Дагестане самое недоступное жилье. Республика стала аутсайдером рейтинга по доступности жилья. Исследование показало, что семьи в республике копят на квартиру больше 10 лет. Такие данные объясняются низкими зарплатами и отсутствием возможности откладывать значительные суммы. Сильный спрос на жилье позволяет ценам держаться на высоком уровне по всей России. Наиболее доступное жилье сегодня в Багаданской области и Ямало-Ненецком автономном округе, где семьям для того, чтобы накопить на квартиру, понадобится чуть менее полутора лет. Жалоб на отключение воды и света в республике стало больше. Итоги мониторинга обращений граждан с начала года подвели в госжилинспекции. Всего в ведомство поступило 1719 обращений. Большинство из них касались отключений воды и света. На втором месте жалобы на техническое состояние жилищного фонда, в частности на плохое состояние подъездов, некачественное функционирование лифтов, затопление и мусор в подвале и другие проблемы, волнующие жителей многоквартирных домов. Наибольшее количество жалоб поступило из Махачкалы, Каспийской и Ербенте. И к другим темам. ЕГЭ на 100 баллов сдали 22 дагестанских выпускника. Самое большое количество лучших работ зафиксировано по русскому языку, их 11. Шесть участников единого госэкзамена показали наивысшие результаты по химии, двое по информатике, четверо по профильной математике, истории, биологии и обществознания. Больше всего 100 балльников среди выпускников Махачкалинского лицея номер 39. Одна из его выпускниц, Марьян Батыраева, сдала на 100 баллов сразу два предмета – химию и биологию. Также девушка набрала 98 баллов по русскому языку. Ей не хватило всего двух баллов, чтобы войти в список трехкратных 100 балльников. Поркаут-площадками в Дагестане оснастят 120 сельских школ. Для любителей спорта установят гимнастические скамьи для выполнения наклонов, мосты для отжиманий, мишени для метания мяча в цель и другие тренажеры. На эти цели предусмотрено выделить свише 94 миллионов рублей. Еще в десяти общеобразовательных учреждениях будет проведен капитальный ремонт спортивных залов. Приближается время хаджа – обязательного паломничества мусульман к святым местам. Многие верующие всю свою жизнь копят деньги, чтобы оказаться на благословенной земле. Но совершить паломничество в Мекку и Медину, выполнив предписание одного из толпов ислама, могут, к сожалению, далеко не все. Героиня нашего следующего сюжета уже не надеялась увидеть своими глазами священную Каабу, пока однажды не получила приятную новость от своей соседки. Об удивительной истории в реальной жизни. В сюжете Карина Баталовой. Я просила Бога за одного человека, который очень много лет мечтает и не может попасть в хадж. Моя мечта сбылась. Когда Зухре Джабраиловой подарили билет на вечер нашидов, она и не знала о розыгрыше путевки в хадж. Но с первых секунд объявления победителей для себя уже все решила. Шанс посетить священные земли достанется не ей и не родным, а нуждающейся соседке, за которую уже много лет мусульманка просит у Бога. Когда объявили на вечерах нашидов, что будет разыгрываться путевка, я стала просить Бога, чтобы путевку выиграла я, для того, чтобы отправить соседку, которая очень много лет мечтает попасть в хадж. Дочка, хотя сама тоже несколько лет все время планирует в хадж поехать, но у нее не получается. Тем не менее, когда она услышала эту новость, она очень обрадовалась. Зухра уже была однажды в хадже и очень хочет снова туда поехать. Но признается, что сделать этого не смогла бы, ведь соседка так давно об этом мечтает. Свои желания женщина отложила на второй план. Лет 40 я мечтаю. Когда вот начали только на только ехать в хадж, я мечтала, но возможности не было. Видимо, Аллах услышал. Всю свою жизнь бабушка Зайнаб жила небогато. Работала посудомойщицей в столовой, воспитывала двух детей без отца. Их надо было накормить, обуть, женить. Как дуть деньги, соберешь на хадж. На пенсию 8 тысяч далеко не уедешь. Сын строится. Возможности помочь матери у него нет. Теперь Зухра занимается документами бабушки Зайнаб. Помимо всего прочего, она еще и откладывает деньги на все расходы в поездке, которые могут понадобиться соседке. У нее нет возможности даже оформить заграничный паспорт. А тем более нет возможности на какие-то расходы в хаджи. Поэтому сейчас я ей первую очередь хочу помочь с загранпаспортом и впоследствии собрать деньги в хадж. В этой истории свое благонравие проявили немало человек. Когда организаторы «Вечера Нашидов» и представители компании «Марва Тур» узнали о нелегком положении Зайнаб Казимовой, они решили поменять разыгрываемую изначально путевку в «Малый хадж» на путевку в «Большой». А это значит, что уже через месяц женщина впервые отправится на святые земли. Карина Баталова, Хадижа Кадеева, Шахрудин Халидов, телеканал ННТ, Махачкала. Главную площадь республики ждут перемены. Мэрия Москвы выделила 350 миллионов рублей на реконструкцию центральной площади Махачкалы. По новому проекту площадь будет функционально разбита на зоны проведения государственных торжеств, а также праздничных и развлекательных программ. Предполагаются и дополнительные зоны отдыха с бесплатным беспроводным интернетом. Планируется также высадка деревьев и замена устаревшего плиточного покрытия. Кроме того, на выделенные деньги отремонтируют памятник Ленину и трибуны рядом с ним. Ремонтные работы будут проводиться согласно графику. Пока же проводится и экспертиза проекта. Не исключено, что завершить работы удастся даже раньше намеченного срока, то есть до конца осени. А в Семендере построят первый поселковый сквер. Об этом сообщили в администрации столицы. Как отметил мэр города Салман Дадаев, обустройство сквера в поселке, где проживают ныне более 50 тысяч человек, назрело давно. Напомним, что земельный участок, отведенный мэрией под строительство сквера в поселке Семендер, местные жители уже несколько лет пытаются отвоевать уже собственников, заявивших о своих правах на эту территорию. Горцы. Под таким названием в Дагестане уже в девятый раз прошел международный фестиваль фольклора и традиционной культуры, в рамках которого прошло много красочных мероприятий. Творческие коллективы зарубежных стран Индии, Ирана, Сербии, Чехии, а также Азербайджана, Казахстана и многих регионов России дали концерты в городах и районах республики. Например, танцевальный ансамбль Полино из Словакии выезжал в Цукульский район. Зарубежные гости побывали на площадке паздника «Ремесел», который прошел в рамках фестиваля. Их ознакомили с бытом и традициями горцев, а также показали, как изготавливаются уникальные изделия ансукульских мастеров. В Махачкале в зале русского театра состоялся голоконцерт, на котором все участники представили танцы и песни своих народов. Принимал гостей фестиваля и древний дербент, в крепости Нарынкала прошел концерт участников фестиваля горцы. В мероприятии принял участие и мэр города Хизри Абакаров. Он ознакомился с предметами народного творчества разных стран, выставленных на ярмарке. И вместе с дербентцами посмотрел выступления творческих коллективов. В этом году участие в фестивале приняли более 70 творческих коллективов. Через традиционные танцы и песни они продемонстрировали национальную культуру и традиции своих стран. И в завершение о хлебе насущном. Дагестан приступил к уборке озимых зерновых культур. Первыми на поля вышли земледельцы Бабаюртовского района, где в этом году самый высокий показатель урожайности в республике. В среднем с одного гектара там собирают около 35 центнеров зерна. О том, как проходят летние работы на плодородных землях Бабаюртовского района, расскажет Патимат Ханапова. Пшеница, она же царица полей, в Бабаюртовском районе в этом году родилась на славу. Ветвистые колосья сорта тани и гибрида третикали радуют глаз. Ими осенью прошедшего года в хозяйстве колос было засеяно около 60 гектаров пашни. Средняя урожайность, по приблизительным оценкам специалистов, около 35 центнеров с гектара. Для Дагестана это хороший показатель. Однако так было не всегда. На три года сеяли рыс, земля была соленая, но после рыса соль смылась и благодаря этому урожайность такая. На других участках есть похуже чеки, есть получше, но все озимые засеяны на рысовых чеках. Для шофера Руслана такая экстремальная жара в работе не помеха. А в уборке задействованы новые тракторы и комбайны. На многофункциональном полейсе за один рабочий день Руслан и Бузов успевают собрать урожай почти с 25 гектаров. 20 лет работаю комбайнером. Раньше работал на Ниле, не так уж было, там 7 гектаров косили. Сейчас уже гектаров 20-25 даже можно косить. Удобно комбайнер работать, внутри консервы все, комфортно. Неплохо складывается ситуация и на рисовых плантациях Бабаюртовского района. Именно под нее в последнее время и отводится значительная часть пашни. Развитию рисоводства способствует проводимая в эти годы работа по очистке магистральных растительных каналов и миллиаративных сетей. В основном мы наблюдаем на багарных землях маленький процент выхода урожайности, потому что были аномальные жары, засуха была. А вот мы сейчас находимся в Бабаюртовском районе, это хозяйство у Колос, где есть соответствующий миллиаративный комплекс, где подается вода. Сегодня для интереса специалистами мы смотрели здесь, вообще потерь, можно сказать, нет и качественная техника. Хороший урожай в хозяйстве сокола – это не простая случайность, а итог долгого, кропотливого и добросовестного труда. Это правильный подход специалистов к посевам, это и обеспечение земель соответствующим агрокомплексом, это снабжение пашни водой, новой техникой, что является довольно тяжелой и достаточно дорогой работой. Патимат Ханапова, Шахрудин Халидов, Меседу Магомедова, новости ННТ, Бабаюртовский район. Это главное, чем запомнилась нам эта неделя. До встречи в следующее воскресенье. Удачи вам, друзья!